Продолжение следует... Ну, скажи, россиянин, губернатор Курнской области Старовойтова объявил о завершении строительства второй линии обороны. Что это значит? Откуда ты лошадь взял, что я россиянин? У тебя на лбу написано, на твоей кепке. На кепке? Ты слепой, что ли? На кепке пол кленового листа нарисовано. И написано Кэнадо. Канада, да? А что у тебя знает, что стоит параша? Потому что VPN. Ты что, в рулетку первый день зашел, что ли? Не знаешь, что такое VPN? Нет, мы воспринимаем всех вот этих по значкам, это параша, как враги цивилизации. Раковая опухоль на планете Земля. Это параша. Ну, ты повторяю. Ты можешь купить, но купить в магазине, где-то, или взять на гуманитарке. Ты повторяешься, ты повторяешься. Чего я повторяю? Это говорит о твоем низком интеллекте, что ты так воспринимаешь. А у тебя высокий интеллект? Конечно, повыше, чем у тебя, намного причем. А скажи, сколько будет 10 у Куба, если у тебя высокий интеллект? Тысяча. А сколько будет производно от 5х в квадрате? Не знаю. Вот, пожалуйста, давай, хочешь по-другой тебе, хочешь по физике, хочешь по химии, посередуемость еще. По математике, ты проиграл, имеешь шанс на реванш. Задавай, либо по математике, либо по физике, либо по химии. Хочешь по юриспруденции. Ты кто вообще по образованию? Что ты закончил? Я что закончил? 10 классов. 10 классов. Ну, хоть нормально закончил, не покупал ничего. Да, так в то время деньги не брали. О, да, да. Ну, так что, ну, вот по математике, хочешь по матчу-реванш, хочешь по физике, спроси, хочешь по химии. Так, ну, да, мне на тебя равняться, ты ж такой у нас умный, я не такой умный. Ну, конечно, я в вузе лекции читал по физхимии. А что, можно сказать, сколько будет 11 квадратных? Могу, 121. Да, ты шел, ну, там не с тобой тягаться. Ну, конечно. Вот я о чем и говорю, что лучше не тягайся, лучше нормальный вопрос задавать. Ну, да и не тягайся, видишь, увидел, что умный россиянин, так уже и не тягайся. Ну, вот именно. Я вообще-то канадец по гражданству. Ну, ладно, не веришь, не надо. Нет же, нет больше вопросов? Нет, есть еще вопрос другой. Скажи мне, русский это что? Национальность? Национальность, по-современному этническая принадлежность. Раньше это, ну, еще лет 15-20 назад основное название было национальность. Сейчас допустимо называть национальность, но по-современному это этнос или этническая принадлежность. Скажи, а где находится русская республика? Нет такой республики. Республики в России называют регионы, которые не русские, а регионы, которые русские, их называют областями. А как может быть национальность без территории? Я же повторяю, территории, которые русские, их называют областями, а территории, которые не называются области, которые не русские, их называют республики. Все непонятно. А от чего пошла национальность русские? От чего это? В связи с чем это? Такая появилась национальность русские? Территории нету? Привязки к какому-либо территории или государству нету? Откуда-то не возьмись появились русские? Да есть почему территории. Вот вы украинцы, неизвестно, появились из малоросов. Большевики малоросов назвали украинцы. Хотя сам этнос украинца появился раньше. Ну, существовало как знак, но не как герб. Я знаю, что вы взяли древний знак, которым коров маркировали и взяли за герб. Я знаю. У нас здесь монеты, это деньги, которые им было тысячу лет назад, и там был не герб, а просто знак. Да нету вас таких монет. Это тысячи. Такие монеты, как сувенирные, такие монеты выпускали для Украфилла в 19 веке. Я что, ты из Харькова уехал, ты меня можешь не троллить по России. Да я тебя что троллю? Я тебя спрашиваю. Ты начинаешь мне доказывать, что... А я внушу русские, это самозванцы. Такой национальности нету. Это Сталин придумал эту национальность для того, чтобы обобщить в Российской Федерации всех в одну кучу. И все тебя, и Бурята называют себя русскими, и Удмурты русские. Ну, а когда я спрашиваю, а где территория русских, а никто ответить не будет. Я аж ответил, где территория русских. Нет, ты сказал, что нету территории русских. Я сказал, что есть, не ври. Еще раз повторяю. Если регион называется область, это территория русских. Если регион в России называется республика, это регион... Область русская область на территории России. Да, пожалуйста. Тамбовская, Тамбовская, Липецкая, Ярославская. Так это Тамбовская область, но не русская, блин. Ну, начинаем. А с чего она должна называться русской? Я же о том, с чего она должна называться русская, если она Тамбовская, блин. И в Украине нет областей, которые имеют название украинская, потому что они типа все украинские. Украина это не федеративная, это Украина, это вся территория называется Украина. Хорошо. У нас нет федерации, которая называется Российской Федерацией. Хорошо, в США нет штата, которые имеют свое название американские. Что ты дурака включаешь? В США нет штата, которая называется американская. Они все американские. Они так и называются Соединенные Штаты Америки. Ну вот, соображаетесь. И нету такой... Да, ну и что начинаешь рассказывать мне? Ладно, у тебя есть чего... А я хочу... Ага, скажи, а почему называется русский? С чего это пошло? К чему идет привязка русский? К чему? Привязка идет к Русь. Было такое государство, что Русь. Вот привязка к этому. А какое отношение современная Россия имеет к Руси? Какое отношение? Потом открой гугл, погугли Русь, погугли Русь и увидишь, что там... Русь, это русичи, но не русские, а русичи. Русичи это древнее название. Ну вот и все. А скажи, при чем здесь русский? От чего мы взяли русский? К чему привязка? Ты уже спросил 10 раз. Ответ будешь слушать? Вот ты же не говоришь ничего. Я тебе объясняю. Древнее государство Русь, если ты откроешь карту в гугле хотя бы, охватило современные территории Украины, Белоруссии и России. Причем России больше. Украина на втором месте, а на третьем Белоруссии по охвату территорий. Вот возьми контурные карты, наложи. Слушай, россиянин, а ты не в курсе о том, что киевских нельзя. Они, как говорят, расширяли свои территории и основывали на территории современной Белорусской, Курской области. Это территория Украины, но явно не русские там жили. Украина, Украина-то при чем до Руси? Только, только частично, только частично. Когда распалась Киевская Русь, тогда было государство Украина. Первые воспоминания в 1187 году. Тогда еще на ваших московских болотах гыжабы квакали, понимаешь? Это появился, это называется повесть временных лет. Там появился термин Украины, никак не связанный с государством, ни с каким. Просто термин Украины там применяется, да. Ну, применяется. А когда применяется слово «Россияния»? А про что тут государство? Когда Россия не поменяется, применяется? Ну, с 15 века официально Российская империя появилась в 1721 году. Ладно, учи историю, и ты по кругу пошел уже. Ну, учи историю. Так расскажи мне, почему Россия и русский разные корень слова? И почему вы себя называете русским, если отношения к Руси вообще практически нет у вас? У вас центр находится в Москве, а Москва это орда. Я же тебе пояснял, что возьми карту контурную, наложи, увидишь, что есть соответствие. Как и у вас тоже есть. Вы тоже имеете право называться последователями Руси. Но если бы вы додумались в 91-м вместо неблагозвучного теми на Украина назваться Русь, вам бы можно было поаплодировать. Вы бы были в этом лидеры. А вы... Дело в том, что мы россияне испоганили это название, и нам просто стыдно уже к нему прикасаться. Вы просто нахуй опустили и опозорили. Так вам нужно в 91-м было брать это название вместо неблагозвучного названия Украины. Однако вы не взяли, у вас ума не хватило, вот и все. А взяли бы, да, вы посчитались первыми последователями Руси, поскольку столица, ваш пресловутый Киев, был все-таки больше времени столицы, чем иные столицы Руси. В этом отношении у вас было преимущество. И вот если бы, повторяю, взяли бы нормальное себе название своего государства Русь, то бы у вас ее было тип-топ. Была поважуха к вам. Так у вас, а вы что хотите сказать, что Россия взяла слово Русь, а где звучит в названии России слово Русь? Это одно и то же в разных языках. А, ну да, в латинском и в греческом. Это то же самое, что москвич и бурят, это одно и то же, да. Вот это то же самое и у вас. Это то же самое, что москвич и москвит. Ладно, ты уже по кругу пошел. Я выбрал язык, который русский, да? Да. Как дела у вас? Откуда я? Торонто. Торонто? Берлин? Я вижу Берлин, да, окей, очень приятно. Как дела у вас? Нормально. Вы на какие темы беседуете в рулетке? Я говорю о внешней политике, говорю о угрозах, говорю о мире. Ну, нормально, давайте. Конкретные вопросы по этим темам есть у вас? Как вы думаете, чем грозит эта ситуация в Украине? В Германии ничем не грозит. Ну, грозит тем, что экономическая ситуация будет ухудшаться, поскольку вас заставляет отказаться от российского газа. И вы будете покупать дорогой американский, если не добьетесь... Путин, президент России, ввел санкции против Европы и не поставляет нам газ. Но он не поставляет... Нет, это вы ввели санкции против России, Европа. Нет, Путин ввел санкции против Европы. Европы. Неправильно вы понимаете. Европа сама отказалась покупать российский газ, а тем более там аварии взорваны, 3 из 4 ниток газопровода. Кто взорвал? Ну, скорее всего, американцы. Чтобы вы покупали американский газ. А вы из Торонто? Да. Точно? Ну, не верите, не надо. Точно. У вас Украина стоит? Ну, VPN. Вот, видите? Сейчас. А, нет. Видите, у меня день за окном. Светло. Да, да. Да. У нас сейчас вечер. У нас вечер. Я знаю, сколько у вас. 10-13 пм у вас. Да. Я в курсе. А вы как думаете, кто взорвал? Путин. А зачем Путину свое имущество взрывать? Вы будете взрывать свой дом? Ну, если, конечно, он не застрахован больше, чем его стоимость. Не хочет нам давать газ. Ну, он бы мог просто не давать. А зачем взрывать-то? У него контракт. Нет. А вы же сами отказались от газа. А они уже не работали. Потому что вы отказались. Один работал? Ты за провод работал? Ну, он и сейчас, по-моему, работает, да. Нет, один не работает. Первый поток не работает. Ну, я не знаю. Это ваша проблема. У нас с газом все нормально в Канаде. У вас в Канаде там много газа? Много, да. Вам не нужен чужой газ? Не нужен. Нам нужен чужой газ. Мы экспо... Ну, так вот, надо было не ссориться с Россией тогда вам. Если вам нужен чужой газ. Зачем вы поссорились с Россией? Ну, Канада же тоже дает оружие Украине. Ну, Канада же не зависит от России. Поэтому она дает. А вы-то зависите от России. Вам не нужно давать. Кроме того... Канаде надо. А? Ну, Канаде бы тоже не надо. Но Канада от этого не страдает. А вы страдаете. Кроме того, не Канада, а именно Германия виновница этой войны. Изначально. Почему? Потому что 3 марта 1918 года именно Германия надавила на большевистских лидеров Ленина и Троцкого, чтобы они отдали Украине исконно русские территории. Вот из-за отдачи этих территорий Донбасса и Хайков и возник современный конфликт. Если бы Германия в 1918 году не надавила на большевиков, то бы этого конфликта не было для него. Базиса бы не было для него. А так... Как Германия надавила? Сказала, или заключайте, или отдавайте Украине территории, или мы пойдем дальше аннексировать территории. Потому что у большевиков не было армии тогда еще на март 1918 года. А Германия была еще сильна. Это было еще за 7 месяцев до ее поражения в Первой мировой войне. А в каком году Украинская Советская Союзная Республика обрадовалась? В 20-м. Ну, в 19-м, можно сказать, на части. А уже закончилась Первая война? Да. Первый мировой войны. Да, да. А зачем тогда и отдавали эти земли? Ну, отдавали-то, когда еще не закончилось. Потом частично забрали. Большевики были русофобы сами. Лидеры, Ленин и Троцкий. Не все. А кто был не русофоб? Не русофоб был, Рыков из первого правительства. Был кто еще? Луначарский. Вы же не знаете, наверное, большевистик лидеров, кроме основных. Луначарский – это народный комиссар просвещения. Да, Рыков в первом правительстве внутренних дел был. А председатель правительства кто был? Ленин. А Троцкий? Троцкий был нарком обороны. Нарком ну, там по-другому называлось. По-современам обороны военный военный нарком был в Троцкий. И они были против? Против чего? Ну, в принципе, против. Они же хотели строить мировые коммунизмы. Ленин с Троцким хотели строить мировые коммунизмы. Они были одержимы идеей именно мирового коммунизма. Им это Россия до лампочки была. И СССР до лампочки был. Это пилотный проект для них. Они были одержимы победой мирового коммунизма. А Троцкий когда уехал из России? Ну, его сослали если вы из России имеете в виду его в 27-м сослали в Казахстан если из России а потом по-моему в 29-м он уже в Мексику уехал или в 30-м убили его а убили его в 40-м он был плохой ну плохой с точки зрения государственника он был тоже одержимы идеей мирового коммунизма ну как как философ он и Ленин был философ неплохой и Троцкий философ неплохой с точки зрения философии они были неплохие а с точки зрения государственных деятелей они были плохие он не плохое государство получил? конечно они разрушили хорошее государство Российскую империю Российскую империю разрушили Троцкий и Ленин? да и Германия заплатила 11 миллионов марок Ленина за это а Троцкому американцы платили а куда он Ленина эти деньги дел? на организацию движения против страны на дезорганизацию армии то есть не ему? нет Ленин не стал Ленин не воровал деньги он был богат и достаточно без того а эти деньги он честно потратил на развал Российской империи которую ему Германия дала кроме того Германия его провезла из Швейцарии в Петербург в пломбированном вагоне через воюющую страну а когда была Октябрьская революция Украина была в составе Российской империи была вообще Российская империя? нет была Российская республика уже Украина была в ее составе а Российская империя закончилась 1 марта или там 20 какого-то февраля 17 года и тоже Украина была вообще Украина не была как геополитического понятия она образовалась именно летом 17 года да да директория так называемая была но образовалась Украина а Ленин отдал ей территории которые Украине не принадлежали Харьков и Донбасс я же уже сказал 3 марта 1918 года а сама Украина в меньшем размере образовалась при Керенском как геополитическое понятие то есть получается не Ленин виноват в этом а Керенский если бы Украина оставалась в всех границах которые она создала при Керенском никакой бы войны современной не было ибо в Украину бы не попали не украинские территории а русские тогда бы Украина была как Польша моноэтничным государством и никаких проблем бы у нее не было вы различаете украинцев и русских людей да а как же это разные люди ну разные этносы как немцы и австрийцы близкие но разные допустим жители города Волгограда и города Ростова вы отвечаете? конечно жители разных городов но это тоже разные этносы почему этносы? этносы это этническая определенность это эстетики по-английски в Волгограде живет допустим ну 20-30 этнических групп и в Ростове то же самое а в Российской Федерации сколько этнических групп 178 по-моему самая многонациональная страна почему? почему? Америка намного более США намного и Канада намного более многонациональной это вообще не ну я думаю что 230 наверное как и в Америке думаю такого такой статистики не ведется но если в России 178 в Канаде больше потому что Канада страна иммигрантов со всего мира едет то есть тех африканских этносов которые приезжают в Канаду они в Россию не едут вот соответственно прибавки количества этносов африканских и получится и азиатских тоже но азиаты едут в Россию только в меньшей степени чем в Канаде давайте откроем мисклопедию давайте я вам так сказал как я чувствую если вы мне скажете истинное значение я буду вам благодарен количество народностей в Канаде да? да африканских на сегодня ну сколько 36 900 миллионов но это население количество народности сколько но это потому что по канадского стандарта у нас тоже вот то то что в россии сметана 30 процентов у вас сколько тоже 30 или иное число у нас еще у нас 14 процентов то что в россии 30 такого же качества 40 другой отсчет в канаде и штатах количество народности считается по количеству языков если язык один считается и народность одна так северной америке в европе по-другому может быть один то же самое как вы с вы с австрийцами вас один язык для американцев в один народ а по факту для и для европы в разные народы то есть меньше другой другая система отсчета по количеству и потому что даже в переписи в сердце все у нас пишется и свистите дробь на этих лэнгвич когда переписчик приходит то есть главное определяющие это на этих лэнгвич так что вполне возможно что так как вы сказали но если судить по европейскому критериям то будет я думаю что 230 потому что допустим жители квебека считается франкофоном их во французы записывают кто ну кто никто не говорит по-иному он может сказать алжирец его будут алжирицы писать но они обычно французами себя называют открыл рейтинг самых многонациональных стран мира так первая страна индия сколько 23 230 я даю я допускаю сюда там критерий тоже может быть иной но близок европейскому я я я я я как фонаря сказал 230 может 210 в канаде если по европейскому стандарту понятно индонезия 208 россия идет после 182 китай 166 турция 155 канада потом канады ну вот видите разные системы отчета разная рейтинг но хорошо спасибо мне пора идти спасибо за беседу всех благ на какие темы беседуете может вопросы у вас интересные вопросы есть у вас интересные задавайте что я не понял а че дабы с украины что в мире много стран кроме украины какого ходит я поставил прапор украины vpn потому что а причем прав так мне в мне россияне тоже сама скажет чё ты если из россии че-то флаг россии поставил чё ты такой такая разница лошок ну не похуй не позор блять прапор украине блять ты пиздец по москальски нафу ты чмо в москальске чё украина это гнойная отрыжка коммунистического режима запомни иди нафиг я лошок позор блять а за себя он был совсем не разговорник слушай так сделай вид что я этого не слышал судьба тебя и так любит не слушай их в общем то всех и назвали русские потому что это глагол русские это какой чей отвечает в соседней стране 70 миллионов они нас ненавидят за это за то что мы живем хорошо ненавидят и будут ненавидеть всегда просто потому что мы есть и живем хорошо Воронеж передали в 1922 году в Воронежской области а в 1922 году Ливская область где была? в Австро-Венгрии опа так это не было еще уровень интеллекта у Миколы Рушниц на самом деле это Геннадий Хазан по моему так его фамилия это уровень интеллекта креветки из Азовского моря хороший а вы не знаете здесь на поле? 60 километров от кордона с Польшей ага как вы думаете какая это может быть область? сумская? вау сумская область межует с Польшей? веселит это ха 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 в тот случай семян повыедем за родную рассею как уси их рассеют тяжела будет и исповерь власть и по Конституции еще раз заявляю власть Харьковской области четвертая и сильная но не позволят у коров учиться жить я заверяю вас в Харьковской области не будет ни Донецкой ни Гвозной власти будет только в Харьковской будет только в Харьковской области Не надо испытывать наше терпение. На любой выход. У нас есть консольный ответ, вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаметами. От Хайкова до Киева 480 километров, а до границы с Россией 40. Давай, ситрона огромная, давай, наркомерный мой, темношистской силой немною, запрашивай шумой. Вот и мне улица родная, и мне погоду дорога.